вот от них ждать каких-то вот перемен стране которые которые безусловно эти перемены требуется вот физиологической точки зрения пардон за эту формулировку мы можем ожидать или это вот люди действительно с потраченной батарейка как сказал павлов александр георгиевич нет дело не не в их возрасте на самом деле мировой опыт сейчас таков что люди там за 70 могут блестяще заниматься наукой искусством политикой в том числе да но это время работают там институты правильные институты так дело вот не в том что эти люди возрасте за 70 а в том что они уже 20 лет правят уже они точно ничего нового придумать не могут вот для этого и необходимо обновление на этого очень мудро люди и распорядились создали системы периодической смены периодической конкурентной и открытой смены власти это чрезвычайно важно потому что если вы 20 лет занимаетесь одним и тем же конечно вас не идей нет уже вы исчерпали свой потенциал и вам вообще уже ничего не нужно то есть ваша цель это дожить на этом посту дожить до смерти понимаете и главное что твои групповые интересы они считают интересами общенациональными и поэтому они всю мощь страны которая еще сохраняется они направляют на решение своих групповых задач главная задача дожития политического дожития на этих постах и создание преемственности системы для своих наследников а вот кстати ваш друг константин калачев на своей странице в фейсбук написал о том что по-видимому все проблемы нынешнего политического цикла уйдут со сменой поколения я там позволил себе дерзость возразить известному политтехнологу я ему сказал о том что и любой биологический организм и социальный организм он в общем-то всегда расположен к тому чтобы транслировать себя в будущее но пусть даже вот в смысле власти не генами не какими-то своими там родственниками ну а хотя бы преемниками механизмами управления вертикалями этими всеми то есть нельзя быть так благостно уверенным что просто с течением времени у нас жизнь конечно и я не вижу причин для такого оптимизма основанного исключительно факты смены поколения подставил я калачева но он уже довольно давно об этом говорит я хочу сказать да почему он это говорит и социология подтверждает но дело в том что если сохраняется система она адаптирует к себе этих молодых людей если вы хотите сделать карьеру вы должны работать по правилам системы да наверное вы сможете на нее изнутри повлиять она будет модифицировать но система в общем будут сохраняться конечно мы согласимся с тем что допустим брежневский социализм был не чита сталинскому мы все это прекрасно видели советских союзов да да но темнее система то была одна и та же поэтому цель тех людей которые являются бенефициарами системы и системы образующим элементом чтобы и сохранить важно понять это людоедская система она разрушает страну она разрушает общество она крадет у нас крадет у нас у наших детей внуков будущее вот это очень важно понимать александр возвращаясь конфронтации валерий меч вот списку недружественных стран и все такое прочее скажите пожалуйста вот почему мы с вами китае это поминали вообще китай никуда не лезет никаким асадом не помогает не то что авиационными полками но даже прокси своих туда не посылает хотя дипломатическая поддержка осуду от китая присутствовала то даже давяще дмитрий анатольевич медведев свои статьи не выучены уроки истории помянул суньзы наверно слушает наши эфиры валерий меч мы не иначе конечно а имя лишь дмитрий натуре упоминаем постоянно вот кстати он там ошибся этот сейчас правда в тексте статьи это исправление внесено высказывание которое он приводит в эпиграфе суньзы не принадлежит она принадлежит академику конроду который писал предисловие книги на вот но вот это вопрос к референтам к референтам дмитрий медведев а не к самому медведеву так вот на самом деле есть геополитический отличник до китай ярко выраженный вот просто вот бери и списывай да как в школе говорили ну вот никто же не мешает валерия ну ну вот очевидно очевидно вот из вредности ввп китая в первом квартале скажем для зрителей 18 целых и из вредности добавлю еще три десятых процента рост вы имеете в первом квартале наш рост ввп один процент да и то по данным росстата да ни на что не намекает и кстати тот же самый цб у нас сказал о том что вероятно темп на восстановление у нас замедлится цб уже дважды поднимал ключевую ставку на вот но вот разница очевидна в цифрах она просто бросается в глаза впервые в истории валерий меч новейший китай нас обогнал в цифре ввп на душу населения она у нас снизилась почти на полторы тысячи долларов составляет десять тысяч 37 долларов у китая уже чем там цифру точно не помню но в общем больше уже больше картина репина приплыли ну александр георгиев да это вызывает у российского руководства недовольство уж там одно время думали что ну да что есть такой вот невыгодный фон для сравнения почему-то китай там набить морду отлично тоже не могут в большую чехию я уж там не говорю о финляндии ну что делать мы решили что мы пойдем своим путем вот мы и мы идем но это путь в никуда александр георгиевич в чем беда то вместо того чтобы использовать те рецепты которые пробированы в мире они может конечно не очень оригинально но не по крайней мере приводит к позитивному результату печали все время наступать на грабли и и и повторять все ошибки прошлого вернемся к разрядке что мы все о плохом о плохом но после двадцать первого числа казалось все зацел и заколосилась даже рубль немножечко укрепился и на тебе нерабочие дни в мае официальная причина глава роспотребнадзора она попова посоветовавшись с врачами и эпидемиологами явно не с чучалином и не с гундаровым рекомендовала сделать рабочие дни между майскими праздниками не рабочими и президент согласился валид мечт ну так вот сначала формальный вопрос а что это за горизонт планирования такой вот за неделю люди я уж не говорю про турцию да где люди планировали отдохнуть и купили там по моему около полумиллиона путевок да сейчас еще там дополнительно планы поломали кто-то там отпуск взял официально так таких наших соотечественников вам до четверти вот но нельзя пораньше как-то предупредить или что вот ну александр еще помилуйте ну кому арчу ли интерес варчу простите до планы этих смешных христианских смешной картошка не беспокоит что другой делать причины по которым эти каникулы введены ну значит первое то что лежит на поверхности и владимир решил стать добрым за чужой счет понятно да работодатели пусть мол оплачивают теперь там бюджетных посередине понятно кто платит а вот александр георги в бизнесе кто будет оплачивать вот эти каникулы об этом подробно поговорим у меня тут манера бизнес сообщества специально мои коллеги предприниматели его прислали чтобы озвучить обсудить с профессором соловьем надо а вторая причина она мне кажется может быть не столь очевидны для россии но для мира то она очевидна это третья волна ковида и это что-то вроде такой попытки ограничить социальное общение но поскольку об этом публично не говорится то есть не даются рекомендации да вот мы вводим каникулы но вы сидите дома хоть как это было не забуду никогда мальдивы отдыхают цифровыми пропусками со всеми прочими прелестями режима ну то есть люди же не в курсе что на самом деле происходит и относятся к этому ну те у кого есть хоть какие-то свободные средства как возможности дополнительного отпуска то есть социальное общение явно снижаться не будет а может быть наоборот будут шашлыки поездки кого из деньги постарается выбраться в теплые края имею ввиду там черноморское побережье кавказа крым до президент в послании обещал скидки в размере 20 процентов на внутри российский туризм было такой но даже с учетом этой скидки я поговорил со специалистами все равно мы не конкурентоспособно потому что четыре турецкие звезды это понимаете индустрии отдых это индустрия в турции и строили немцы и нельзя просто так вот решить это какими-то там небольшими процентами уравнять то и это ну это просто туриндустрию надо строить годами казалось бы почему и не строить но этого тоже не сделано валид меч можно немножечко такую живинку внесем в наш эфир все наши с вами зрители и слушатели ну или почти все знают что мы с вами драматически расходимся в оценке угрозы от ковид-19 давайте еще раз подчеркнем друзья мы мы же не члены единой россии это нормально когда два джентльмен конечно расходится в своих оценках это абсолютно нормально ну скажите мне пожалуйста вот что касается врачей да у меня очень много знакомых медиков и у вас наверняка тоже я сейчас немножечко крамольные вещи буду говорить как и все профессионалы это люди с определенной профессиональной деформации согласитесь потому что если бы наполеон бонапарт принимал бы и рекомендации которые медики дают они такие очень гуманные человек любил но если бы наполеон бонапарт принимал рекомендацию спать там 8 и 9 часов в день он бы не был бы наполеоном если бы пири амундсен и нансон значит принимали рекомендации не приохлаждаться то они бы никогда не прославились своими полярными исследованиями ну понимаете да если бы королеву и гагарину посоветовали бы избегать стрессов до то до сих пор бы космическая эра не началась вот вам не кажется что вот это вот сочетание когда медики и политики действуют вместе ну мне кажется еще хуже чем влияние силовиков на политику вот нет такого ощущения я не 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 как бы не не защищаю свою точку зрения вот просто вот но в каких-то даже может быть отдельных вещах ну да мы это не раз обсуждали но что делать если медики сталкиваются чем-то для себя на ума не изведу а на них лежит ответственность за здоровье так или иначе правительство полагается на их аналитические оценки и суждения именно на оценки медиков исходя из этого правительство придется принимать какие-то крупные организационные решения поэтому медик будет всегда руководствовать тем самым знаменитым девизом не навреди то есть лучше принять дополнительные меры предосторожности чем не не принимать в медицинском смысле вот медицинском смысле медицинском это не задача медиков об этом должна думать политическая власть если она как это в россии не дает денег это проблемы власти наших отношений с властью это не проблемы медик медики говорят исходя из того что мы знаем желательно было бы предпринять такие такие шаги ограничить социальное общение до носить маски носить перчатками сейчас перчатки уже не требуют по крайней мере на западе до сих пор вот у меня знакомого в россии до москве а на западе по уже не требует а кстати понятно послание процентов 20 там было до в масках маска но они считают себя видимо бессмертными или может быть они привели люди писали комментариях к моим эфирам да что же такое меня вот это дурной пример я согласен нельзя требовать от людей того чего вы не делаете с это очень дурной пример так что это не не мафия политиков и медиков это вопрос политикам которые принимают какие-то решения исходя из той информации которую предоставит бокс попули валерь меч кстати экономические последствия этих нерабочих дней оценили в 700 миллиардов не смотрел эти расчеты просто слышал эту цифру друзья относитесь к ней как неподтвержденные я провел опрос на своем канале и задал значит своим подписчикам вопрос следующего содержания как оцениваете указ президента они рабочих днях в мае предложены были мной три варианта ответа первый вариант ответа был такой положительно оцениваю идет третья волна мера разумная с таким вариантом ответа согласились 8 процентов опрошенных второй вариант был следующий отношусь отрицательно пострадает люди экономика с таким вариантом ответа согласился 61 процент опрошенных и третий вариант ответа безразлично отношусь, между майскими и так никто не работает. С этим вариантом ответа согласился 31%. Но вот социология такая, мягко говоря, не в пользу этих нерабочих дней. Не в пользу, да. Кстати, люди проявляют реалистический подход. Ну, а Александр Георгиевич, это же вопрос взаимоотношений власти и общества. Власти наплевают на то, что мы думаем. Она считает, что она облагодетельствовала. Вот мнение президента. Я их облагодетельствовал. Пусть они мне теперь руки целуют. Все. Денег я им не дам. Денег я не дам. Не дам денег. Ну вот предоставлю за счет работодателей каникул. За счет работодателей каникул. Опросил я своих коллег и, я извиняюсь, друзья, формально положил на бумаге их основные как бы тезисы по поводу нерабочих дней. Просто, чтобы ничего не упустить, не забыть. Валерий Дмитриевич, я зачитаю и попрошу вас прокомментировать. Значит, первый тезис. У предприятий есть обязательства по отгрузке заказчикам. То есть, если они приходились на вот эти межпраздничные дни, эти обязательства выполнены не будут. Второе. Многие виды производств требуют взаимодействия с госорганами. Ну, это понятно, не расшифровано. Сертификация, регистрация, там, ГАИ и так далее. Но госучреждения будут закрыты. Между майскими отгрузок не будет. Третий тезис, потом будет аврал. Четвертый тезис. Фиксированные платежи, зарплаты, кредиты, аренды, все те же. Выручка будет меньше. За счет нерабочих дней. Здравствуй, планово-убыточный месяц мая в дополнение к планово-убыточному январю. Валерий Дмитриевич, вот в хрущевские времена, по-моему, говорили волюнтаризм. Да? Так и есть это безобразие, Александр Георгиевич. Но очень важно понять то, о чем мы с вами на протяжении всей передачи и не только это говорили, что их мышление отличается от нашего мышления. И в центре их мышления, красная нить мышления, допустим, Путина, это его личная, ну, максимум, групповая выгода. Он считает, что это ему выгодно. Все-таки основной мотив это такая политическая выгода, потому что якобы должно было понравиться гульнуть 10 дней, а им не понравилось. Тут нельзя вопрос... А на что гулять, Александр Георгиевич? На что гулять-то? На что гулять, вы поймите. Так бы люди, если бы у них деньжата дошевелились в бумажниках-то в карманах, они бы очень даже позитивно восприняли нет денег у большинства. Ну, помилуйся, вот эта помощь школьникам обещанная по 10 тысяч рублей, ну, это же копейки. Ну, честно говоря, копейки. Олегович, остановиться на этом вопросе подробно. Я там целую препарацию подготовил по этому поводу. Извините, ради бога, что я вас так вот прерываю. Давайте к посланию обратимся. Все-таки это, конечно, понятно, что новость с информационной пылью, но у нас программа еженедельная, у нас не все только самое горячее попадает. Нужно говорить и по, как бы, таким уже в медийном плане отыгранным событиям. Валентина Ивановна Матвиенко незадолго до оглашения послания говорила, что это будет послание нового времени. Не знаю, как вас, Валерий Дмитриевич, но со мной это не первый случай, когда женщина меня коварно обманула. Ну, Валентину Ивановну обманулся очень Путином, потому что обманул Путин, он всех обманул, потому что были большие ожидания. То есть на Валентину Ивановну мне не обижаться, да? Да, нет, не стоит. Все обманулись. Или с началом войны с Украиной, или с объединением с Белоруссией. Вот два варианта. И оба они готовились, действительно готовились вполне серьезно, поэтому предупредили всех высокопоставленных чиновников, что надо быть готовыми. И Валентина Ивановна вот в таком смутном виде передала это, что вот послание нового времени. Ну, оказалось, послание прежнего времени. Ничего судьбоносного и хоть сколь-либо оригинального в нем не прозвучало. А можете как бы в чертах о послании, о ваших впечатлениях рассказать зрителям именно нашей программы. Я знаю, что вы с Марком вроде на этой теме останавливались, но вот для наших зрителей. Ну, очень бледные впечатления. Там, сказать, его позитивная и содержательная часть ввелась к тому, что я вам дам немного денег. Но он даже не пошел настолько далеко, как сам, кстати, предполагал, и это обсуждалось, что отчасти дезавуировать повышение пенсионного возраста. Не полностью, но отчасти. Это обсуждалось до послания. Это был бы, наверное, с социальной точки зрения более сильный ход, чем те деньги, которые обещаны. Вы понимаете, да? Значит, обещаны детям. Но президент пожадничал. И мне сказали, это для него характерно. Считать все деньги России собственными деньгами. А вот эта вот блочная система послания, ну, не то, чтобы это вот напоминало такое письмо из Простоквашино от разных авторов, но вот эта блочная система, она прослеживалась. И такое впечатление, что ее скомпоновали как бы в последний момент. Это мое дилетантское. Так и было. Обычно это все, то есть окончательный вариант готовится ночью. То есть Путин садится там с референтом одним или двумя, и он, значит, из уже имеющихся вариантов, подготовлено несколько вариантов, отбирает то, что с его точки зрения должно войти. Международная часть была абсолютно бессодержательной, абсолютно бессодержательной, в чем все вздохнули с облегчением, и сразу курсы рубля по отношению к евро и доллару выросли. А ну крипуляции. Да, так что ничего не... Никто не понял пассаж про красную линию. Слушайте, знаете, несколько лет назад это бы прозвучало угрожающе. Но в тот момент, когда вы объявляете о том, что войска отводите от украинских границ, это выглядит смешно. Все понимают цену в вашем красном линии. Понимаешь? Вот, Александр Георгиевич. Это же надо в контексте... Как обещано, будем чертить каждый раз по-разному. Да, но это не выглядит угрожающе. Это уже выглядит смешным. Смешным. Меня, знаете, что больше всего, конечно, впечатлило, это поручение правительству, правда, без указания конкретных сроков, сделать так, чтобы строительство нового предприятия в России, нового завода или фабрики обходилось проще и дешевле, чем где бы либо в мире. Валерий Дмитриевич, вы знаете, почему я так эмоционально на это все отреагировал. Друзья, для зрителей скажу, я своими ручками построил небольшое производство с нуля, поэтому эту тему я знаю от и до. Для начала хотел бы вам задать риторический вопрос. А вот вообще в современной России строить завод это такое, значит, для чего? Чтобы что? Вот мы строим завод, чтобы что? Александр Георгиевич, наверное, все-таки цели полагания присутствуют, когда завод строят. Ну что, что я вам буду рассказывать? А вот что касается рынка, да, с этим проблемам. Рынок у нас не очень емкий. Вы прекрасно знаете, почему. Что денег нет. Надо бы стимулировать внутренний спрос. Даже если мы планируем валить в меч ситуацию, что мы экспортируем продукцию, что хорошо для экономики страны, на данный момент строительство предприятий, ну, возьму на себя смелость утверждать, что неудобно и дорого, плюс очень некачественный сервис. Да, у нас только рабочая сила в последнее время сильно подешевела, но ее не хватает. Я, насколько знаю, на прошлой неделе стройсектор заявил о том, что ему нужно 2 миллиона человек. И давайте догадаемся с трех раз, друзья, откуда их возьмем. Значит, для того, чтобы завод у нас обходился дешевле, чем где-либо в мире, друзья, нужно сделать всего-то ничего. Первое. Кардинально сменить всю кредитно-денежную политику правительства и Центробанка. Второе. Тоже пустячок. Реформировать судебную систему. Третье. Значит, реформировать правоохранительную систему и побороться с коррупцией. Четвертое. Реформа системы госуправления, особенно на местах, административная реформа. И вишенка на торте. Налоговая реформа. По сути, налоговый кодекс надо делать заново. Убирать НДС, убийцу производства, кадастровые оценки, делать налоговые вычеты за инвестирование и за НИОКР. Валерий Дмитриевич, вот президент, когда формулировал эту задачу, он понимал вообще, какого масштаба она? Вот он, допустим, на вопросах региональных бюджетов остановился очень подробно. По сути, этому была посвящена четверть послания. А вот о заводе, который должен стоить дешевле, чем где-либо, сказал так вот, ну, как бы, вскользь. То есть это опять какая-то декларация, что ли? Я думаю, что да, это скорее декларация, потому что то, что рассчитывают выполнить, это излагается более подробно. Вот там, что касается расшивки региональных бюджетов, субсидирования регионов, что касается социальных выплат. А если делать не хотят, то отделывается общим указанием. Намерением, точнее, даже не указанием, намерение. Вот мы хотели бы, чтобы у нас были самые дешевые предприятия в плане цены их строительства. Все. А как это сделать? Ну, как-нибудь дадим поручение правительству. А для этого нужно то, что я перечислил, что доложит правительство Владимира Владимировича, что надо судебную реформу? Я как-то не представляю себе входящего докладчика. Не, оно отделается какими-то палеотивами, то есть что-то оно действительно предложит, но эти меры не будут принципиальны. То есть они ситуацию не изменят кардинально. И это понятно. Собственно говоря, никто и не рассчитывает, что кардинально удастся изменить. Наплевать на это. Возвращаясь, Валерий Дмитриевич, к этой десятке пока просто не забыли школьникам. Меня, знаете, заинтересовало время, когда эти 10 тысяч рублей будут выданы. Это, если я ничего не путаю, середина августа. Как раз вот яичко Христову дню собирать детишек в школу. Но я вам хочу сказать следую. Это же ведь политтехнологический ход, потому что мы как-то слабо это обсуждали. Вот на карте социальной напряженности есть такая точка календаря. Это последние дни августа месяца, когда наши домохозяйственные детишек в школу собирают. В этот момент они особенно остро ощущают, как недостаточно они зарабатывают. И слезы ребенка, который пришел там первого числа после школьной линейки по поводу того, что он пошел со старым портфелем, а все были с новыми, и он пошел там в старых ботиночках или в старых брючках. Это, конечно, людям тяжело все это переносить, безусловно. Но у меня такой дурацкий вопрос. Мне тут зрители пишут, 30 тысяч надо минимум, чтобы ребенка собрать. Да, так и есть. Я думаю, это минимум. Это и по поводу. Ну и что? Все верно. Опять как бы сэкономили, да? Ну, люди же будут по принципу спаршивая хоть шерсти плов. Да, денег Путину жалко. Я сказал, деньги есть. Ну, не про нашу честь. Значит, ему жалко денег. Он там оказал милость, каптанчик с барского плеча сбросил. Соответственно, надеюсь на то, что люди это все равно оценят. Валерий Дмитриевич, по налогам один вопрос хотел бы с вами обсудить. У меня на прошедшей неделе был известный экономист Михаил Делягин, который обозначил проблему налогового регулирования в нашей стране следующим образом. Значит, в белой экономике предприятия обречены на стагнацию или умирание. Забаревич как-то сказал, помните, что экономическая среда для малого-среднего бизнеса кислотная. А министр финансов Силуанов в прошлом году, как сейчас помню, в апреле месяце сказал, что наш налог на фонд заработной платы запределен. То есть, это люди, которых сложно заподозрить в огульном критиканстве нашей налоговой системы. А в тени, Валерий Дмитриевич, существовать стало невозможно. Тень освещает самое эффективное у нас в России ведомство, федеральная налоговая служба. Надо отдать должное Мишустину, он действительно с задачей организации налоговой службы справился на отлично. Вот, значит, эта федеральная налоговая служба освещает серую зону, люди в белую перейти не могут и сворачивают свою активность даже вот в теневом секторе. То есть, ну, в итоге, в общем-то, все умирает. Суть этой проблемы понятна правительству и президенту? Или это просто определенная инерция механизма бюрократичного? Мне кажется, что все понятно, но зачем им что-либо менять? Я думаю, что они все понимают. Ну, рассчитывают, что цифровизация заставит всех платить. То есть, дойдут до каждого. Включая нищих на паперте церковной. Ну, или тех, которые в поездах метро ходят и денежки собирают. то есть, у нас парадоксальным образом эффективная налоговая служба способствует, вернее, препятствует экономическому росту. Абсолютно верно. Она не должна доходить... Эффективность службы не в том, чтобы она до всех дошла, Александр Георгиевич. Эффективность в том, чтобы она обеспечивала экономическое развитие. Да, есть так называемая кривая лафера. Друзья, внимание на экран. Если налоги и сборы превышают некую критическую величину, они начинают от того, что падает налоговая база. Совершенно верно. Ну, профессор, это очень известные вещи. График этот, друзья, посмотрите вам на экране. Да, ну, для российского руководства ФНС играет в первую очередь фискальную роль. То есть, собирает деньги с людей, выжимает их из бизнеса, но не обеспечивает экономическое развитие. Все. Это, опять же, связано с целью полагания. Нужны деньги. Деньги мы соберем. Как это скажется на экономическом росте, это вопрос уже вторичный. Пусть этим занимаются другие министры. Валерий Дмитриевич, у нас время эфира, к сожалению, не резиновое. Много интересных вопросов накопилось, пока мы с вами не выходили. Я бы, с вашего позволения, еще бы на двух остановился и будем завершать. Значит, пост главы КПРФ остался за Геннадием Андреевичем Зюгановым. В кулуарах много говорили, в политических кулуарах много говорили о внутренней борьбе в КПРФ. Назывались даже и главные оппоненты Зюганова. Это Валерий Федорович Рашкин и Сергей Георгиевич Левченко. Вот, хоть коммунисты и старались не выносить ссоры из СБ, но, в общем-то, все равно эта ситуация была на виду и на слуху. Таким образом, стабильность сохранена. Но хорошо ли это для политической системы? Как считаете? Для самой Компартии это не очень хорошо. Более того, она могла бы вести себя более наступательно, радикально и активно, и власть бы этому не смогла воспрепятствовать. Ну, если Компартия, точнее, Зюганова, предпочитает стагнацию, ему же тоже, сколько, 76 лет. Поэтому порох он уже, конечно, не выдумает, ему тоже бы дожить. Дожить бы, сохранив какие-то привилегии и бенефиций, которые он сейчас имеет. Так что, для политической системы очень плохо, когда у нее нет внутреннего динамизма. Внутренний динамизм создается с помощью конфликтов и конкуренции. Без этого нет развития вообще. Конфликт, конкуренция это механизм, источник и механизм развития. Поэтому для системы в целом это все плохо. Для компартии тоже это очень плохо. Ну, кстати, никакой серьезной борьбы там за лидерство не было. Это серьезное преувеличение. Все было довольно предвидено. Я, знаете, что хочу сказать? Вот, с точки, опять-таки, все-таки во мне превалирует экономика, маркетинг. Вот, с точки зрения маркетинга, ведь нарушается закон спроса и предложения. Со стороны рядовых сторонников КПРФ, ну, мы с вами видим, есть запрос на более радикальную линию. Да, есть. Запрос этот не удовлетворяется. Ну, и что, революционная ситуация, да, верхи не могут. А как же диалектика, там, вот это вот все, борьба противоположности, отрицание? Александр Георгиевич, ну, понимаете, все это, может быть, и работает, но вопрос в том, когда именно и как это сработает. Переход количества в качество и тому подобные вещи. Начнет меняться политическая ситуация, нет сомнений, что радикальные лидеры будут востребованы. Такие, как Рашкин и Левченко. А сейчас, да, собственно, они и сейчас были бы востребованы, но консервативная часть руководства, консервативно-охранительная, она не хочет рисковать. Кстати, вы знаете, тут в эфире телеканала Спец Юрий Вячеславович Афонин, который многие считают преемником, Геннадий Андреевич Зюганова, вдруг что-то обострил риторику и сказал о том, что национализация минерально-природных ресурсов в России неотвратима. То есть, те люди, которые были бенефицарами такого положения вещей, они эти активы взяли за копейки и не будет абсолютно ничего страшного, если мы их отберем. Они в проигрыше не останутся. Это предвыборное обострение риторики? Или Афонин? Мне кажется, да. Это попытка снарядить новые инструменты, новые идеологические инструменты. Ну, какие они новые на самом деле? Коммунисты время от времени эту идею вытаскивают и с помощью этой идеи мобилизовать общественную поддержку. Ну, традиционный электорат и плюс вообще более широко левый электорат. А запрос в общественный пересмотр итогов приватизации или по крайней мере части приватизации итогов залоговых акционов он по-прежнему велик? Мне кажется, он есть. У меня этот запрос есть, но надо смотреть социологию. Если была бы социология, можно было бы проследить динамику. Потому что если нет динамики, мы не понимаем, он усиливается или наоборот этот запрос снижается. Ну и плюс, я думаю, это зависит во многом еще от социального положения. Если вы бедные нищие, таковых 80 миллионов, как сказал Олег Дерипасха, то, наверное, вы захотите пересмотра. А если вы сами занимаетесь бизнесом, пусть небольшим, скорее всего, вы будете к этому относиться, к этому предложению. Национализации и пересмотра итогов приватизации критичнее. Согласитесь. Вторая новость недели. Алексей Анатольевич Навальный прекратил голодовку, продолжавшуюся более трех недель. Ну, по сути, добившись исполнения своих требований, он был переведен в какую-никакую больницу, его осмотрели какие-никакие доктора. Это, кстати, впечатляющие успехи по сравнению с тем, как болел Дима Демушкин в этой же ИК-2. У него там разболелось колено, температура была под сорок, и его там его товарищи насели на руках в столовую. Ну, вот, в принципе, ни хирургической консультации, никакой помощи, кроме там чего-то жаропонижающего оказано не было. Навальный это такой, знаете, вот, такой, знаете, камень в ботинке, мне кажется, у Кремля. Даже вот во все не казалось бы, ну, закрыли человек, и все равно он доставляет многочисленные неприятности, я думаю, что для власти. Вот. И вы предположили, что все-таки в итоге могут как-то договориться и выслать его на лечение куда-то там, предположительно, в Германию, так, а не увеличится ли этот камень в размерах в сапоге Кремля таким образом? То есть, если он из ФСИНа умудряется там, как говорится, диктовать повестку? В Кремле считают, что нет. Более того, готовы обсудить вопрос о размене Навального или обмене Навального, правда, непонятно на кого, во время предполагаемой встречи Путина и Байдена, которая может быть уже в июне. Считают, что Навальный за границей будет представлять гораздо меньшую проблему, чем Навальный внутри России. Ну и я напомню, что перед возвращением власть сделала все для того, чтобы Алексей Навальный не вернулся. Он посылал очевидные сигналы. И мне кажется, это показывает логику ее рассуждения, ее размышления, что там он нам не опасен. Ну скажите, вот Ходорковский, там оппонент действующей власти, оппонент с ресурсами. И что? Ничего. Да, если хоккеист не на хоккейной площадке, а сидит за борцемой, охотно масте. Вот этим отличается нынешняя политическая эмиграция или ситуация с нынешней политической эмиграцией от начала прошлого, 20 века. Тогда эмигранты могли влиять на ситуацию в России. Хотя, казалось бы, средства коммуникации были гораздо более затруднительны. А вот сейчас нет. Нет того влияния. Ну так у Навального я просто с чего начал. У него есть как бы отличительная особенность. Он в любой ситуации умудряется как-то вот быть активным, да, и быть в первую очередь. Давайте так, ему придется восстанавливаться, потому что, видимо, его болезненное состояние связано в том числе с тем, что он не полностью восстановился после отравки. Ему придется восстанавливаться. Это потребует времени. Сколько времени, никто не знает. Месяц, два, три, четыре. Тут уже выборы на носу, да. Значит, если они будут проведены в тот момент, когда Навальный слаб, а эффект умного голосования будет нивелирован, то власть может вполне торжествовать успех. Так а все-таки предположительно, когда его могут отпустить, лечиться до выборов или все-таки после выборов? Ну, я думаю, что для власти было бы разумнее его отпустить до выборов. До выборов. Летом. Да, я думаю, да. Почему нет? Ну, ему придется лечиться просто по всему, лечиться, проходить реабилитацию. Валерий Дмитриевич, спасибо. Сегодня я вас немножечко задержал, но это все, как говорится, профессор, в интересах дела. Мы не пропустили сомнений, Александр Георгиевич. Пропустили прошлую неделю и опять повестка не влезла. Я как мог, друзья, постарался их упаковать. Ну что, значит, давайте еще раз напомним про средовые мероприятия. Да, значит, в среду, да, 28 апреля в два часа московского времени состоится публичная дискуссия. Вот в дискуссии принимает участие Александр Георгиевич Бабылев, я, Дмитрий Демушкин и Марк Фейгин. И дискуссию можно наблюдать оффлайн, то есть прийти в зал, посмотреть или подключиться онлайн. Это платное подключение, в общем, недорогое. И ссылку на подключение мы разместим в описании к нашим роликам у Александра Бабылева на канале. Валерий Соловей. Да, и в описании, и в первом закрепленном комменте под нашими роликами. Пожалуйста, подключайтесь. Это будет в высшей степени интересное и впечатляющее зрелище. Мне не цену. Друзья, спасибо вам за внимание. Оставайтесь здоровыми. Подписывайтесь. Молитва пилота, Валерий Дмитриевич. Извините меня, ради Бога. Подписывайтесь на канал Валерия Соловья. Подписывайтесь на канал Главтемы Народ. Это важно для нас. Спасибо вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok